Здравствуйте! С вами Вячеслав Федоткин и мы начинаем курс мини-уроков по созданию анимации. Начнем с самой простой анимации. Анимируем текст. Открываем новый файл. Ctrl N. Задаем ему размеры. 200 пикселей на 50. 72 точки RGB. Фон прозрачный. Вот это его размер 1 в 1, который будет виден на экране. Для удобства мы увеличиваем его. Ctrl+, чтобы было проще работать. Выбираем текстовый инструмент. Ставим курсор в серединку и пишем какое-нибудь слово, что мы хотим анимировать. Ну, например, пошел. Пошли. Вперед. Пишем вперед. Так. Для динамизма. Восклицательные знаки. Сейчас он у нас написан Ариалом. Сделаем его полужирненьким. И сделаем, наверное, его еще и наклонным. Да. Так будет вроде как получше. Здесь можно добавить ему еще жирности. Можно добавить еще наклона. Если нас не устраивает размер, мы можем подогнать его под желаемый. Нажимаем Ctrl-T. Так называемая трансформация. Берем за угловой узелок. Нажимаем Shift. Shift нам нужен для того, чтобы увеличение или уменьшение объекта происходило пропорционально. Вот. Можно его сделать чуть побольше. Можно. Ну, вот так. Он у нас по центру. Нажимаем два раза левую клавишу мышки. Или просто ввод. Тогда трансформация закончена. Так. Черный он довольно-таки мрачненький. Щелкнув на этот квадратик с цветом, выберем более яркий, более интересный цвет. Например, красный. Можно выбрать синий. Кому что угодно. Как нравится. Давайте будет красный. Позаметней. Итак. Заготовка для анимации у нас есть. Теперь приступим к анимации. Нажимаем окошко Windows. Выбираем меню Animation. Вот. Открылось. Оно в таком виде. Справа снизу есть пиктограммка, которая показывает нам кадры. Нажимаем на нее. Видим. Вот у нас есть кадр. Что мы можем сделать? Мы можем, чтобы она, наша надпись, выезжала сверху, падала, или выскакивала снизу, или с какой-нибудь стороны выезжала. Но давайте возьмем последний вариант, что она будет у нас справа вот так выезжать в центр. Для этого определяем первый кадр. Например, вот так. Когда у нас видать только первая буква. Остановили. Это первый кадр. И открываем еще один кадр. Он будет у нас последним. Двигаем текст. Если мы шифт нажмем в этот момент, то у нас будет он двигаться строго по горизонтали. Последний кадр у нас будет, когда он полностью уедет за границу. Замечательно. Вот у нас есть первый и последний кадр. Шифтом выделяем их вместе. И задаем им количество промежуточных кадров. То есть за сколько кадров он проделает этот путь. Чем больше мы их ставим, тем плавнее движение будет. Но так как у нас слово небольшое, поставим 5, 6. Давайте 6 кадров. Ок. Теперь можем посмотреть, что у нас получилось. Это будет стоять очень долго, потому что видим, что у нас задержка между кадрами 10 секунд. Нам эту задержку нужно сделать меньше. Опять же с шифтом выделяем все эти кадры. Щелкаем на время и говорим 1,1 секунды. Пусть кадры меняются. Показать. Вот он пробежал у нас. Он пробежал один раз и остановился. Нам нужно его зациклить. Щелкаем вот здесь. Выбираем forever. Всегда. Проверяем. Ну вот. Он у нас бегает, как электричка, проходя мимо нас. И в принципе прочитать его можно, но сложно. Давайте сделаем ему задержку. Чтобы он пробежав, например, остановился посередине и потом побежал дальше. Но чтобы он ровно остановился, у нас нет такого кадра. Нам придется его добавить. То есть после вот этого, скажем, новый кадр. И подвинем это изображение ровно в центр. Вот так. Потом он пойдет дальше, дальше, дальше. Проверим, что у нас получилось. Так незаметно. Поэтому выбираем средний кадр и делаем ему задержку больше, чем у всех остальных. Например, полсекунды. Смотрим. Вот, видите, он останавливается и мы можем прочитать. В принципе, у нас анимация готова. Осталось ее только сохранить. Вся анимация сохраняется в файл. Сохранить для веб. Единственное окно, которое нас интересует, это вот это, где задается цветность. Чем меньше цветов указано, тем она будет меньше по размеру файла. Здесь у нас используется один красный цвет, поэтому можно выбрать самое маленькое. 32. Бита. Говорим сохранить. Обзываем ее call. И проверяем, как она будет выглядеть на сайте. Вот, я ее уже ставил. Довольно-таки прилично. Это был самый простой способ анимации. До новых встреч, до новых уроков. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...